Преуспевание Преуспевание С 1 по 4 стих Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине Вот мы возьмем эти стихи и положим их основанием для размышления о пути к преуспеванию Я поделюсь сегодня некоторыми мыслями и потом на следующих собраниях также буду делиться мыслями Потому что тема обширная и невозможно за одну проповедь как-то концентрировано все выдать Что-то вам будет уже известно, что-то для вас станет новым Но главное, чтобы мы встали на правильный путь в нашем поиске преуспевания Итак, Иоанн уже старец, так он о себе свидетельствует, говорит Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя Старец говорит о том, что Иоанн, будучи молодым человеком, юношей, он стал учеником Христовым Он был любимым учеником Христовым, так свидетельствует Божье Слово о нем Он преклонял голову свою к груди Христа И когда другие апостолы боялись о чем-то спросить Иисуса, они посылали юношу Иоанна То есть этот человек имел большой опыт взаимоотношения с Господом Он хорошо понимал Господа Этот человек написал книгу Откровения Он стал тем, кто запечатал Библию На нем завершилось послание Божье человечеству Записанное то, что мы имеем 66 книг канонического писания И этот человек, уже будучи в зрелом возрасте, он пишет письмо И он говорит, я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа И если мы будем говорить, что преуспевание не от Бога Тогда мы будем противоречить Слову Божьему И той морали, которую апостол Иоанн приобрел рядом со Христом Вообще, ведь он был пророк Он завершил свою жизнь пророком И если он молится о преуспевании кого-либо Значит, как минимум, это не грех Молиться и желать, и ожидать преуспевания Когда мы пытаемся под религиозным покровом сокрыть желание преуспевания На самом деле мы становимся таким насосом, который выталкивает людей из присутствия Божьего Потому что им кажется, что в Божьем присутствии это греховно или это нехорошо и это неправильно Но Иоанн, старец, апостол, пророк, молится и говорит Я желаю, я молюсь о тебе, чтобы ты преуспевал во всем Поэтому путь преуспеванию – это не греховный путь Это не дьявольский путь Можно пойти греховным путем Но изначально Бог, помещая человека в Эдемский сад Он не помещал его на помойку, на мусорку, к объедкам Если мы читаем о сотворении человека, мы видим, что Бог поместил человека в прекрасной месте С прекрасной атмосферой, где его жизнь была что? Обеспечена Уже впоследствии человек получил из-за своего грехопадения слово Ты будешь в поте лица добывать хлеб свой Но изначально так не было Когда Бог сотворил человека, Он сразу поместил его То есть прежде Он сотворил атмосферу и потом человека поместил в эту атмосферу Поэтому, когда мы говорим о преуспевании, оно не противно Богу Если мы смотрим на то, когда Бога описывают пророки Мы не видим, чтобы Бог был, описываем, как нищий страдалец, который в чем-то нуждается Который ждет воскресного собрания, когда, наконец, дети Его принесут пожертвования Чтобы Он как-то мог дотянуть до следующего воскресения Бог не такой Он дает всему жизнь Он даятель всего Он обладает абсолютно всем Он та личность, преуспевание которой превзойти никто не может Поэтому, когда мы говорим о преуспевании, мы говорим о нормальных вещах Это нормальное для того, чтобы искать Бога в этом И чувство лучшего, наверное, рождается вместе с нами Но оно рождается с нами не по причине познания Бога Мы рождаемся с грехом внутри себя Мы грешные от рождения своего Потому что написано первородный грех Адама Через Адама перешел во всех человеках Мы уже рождаемся с этой пораженную душою И наш поиск лучшего или поиск преуспевания Больше он отталкивается именно от этого дефицита Мы чувствуем дефицит Мы хотим лучшего Мы понимаем, что что-то мы не имеем, что должны иметь Отталкиваясь от этих мыслей, мы начинаем идти путем поиска преуспевания Если вы видели анонс Там я сравнил путь, который у нас есть к преуспеванию Как эмиграция нашего разума в различные области жизни, чтобы найти лучшее То есть, когда мы начинаем продвигаться в жизни Наш интеллект, душа, разум, он начинает искать Мы начинаем исследовать, мы начинаем пробовать Мы пытаемся найти, а что лучшее для меня в этой жизни Или как мне улучшить свою жизнь, качество своей жизни Об этом говорил Экклесиаст Он посвятил этому достаточно большую главу Или даже несколько глав в своей книге Он говорит, я занялся исследованием Я начал искать, что лучшее для человека Он говорит, я был в мудрости Я предпринял большие проекты Я предпринял свой путь в веселье, питье, вина Я предпринял свой путь туда, туда, туда И вот это я называю такой эмиграцией разума То есть, когда мы в каком-то месте И мы думаем, я уже не чувствую себя достаточно довольным И наш разум, наш интеллект, наша душа, она начинает искать Куда я могу эмигрировать, в какое состояние, где мне будет лучше И таким образом мы пытаемся найти ту комфортную среду И когда Экклесиаст предпринял множество всяких исследований Он пришел к определенным заключениям Об этом мы чуть позже поговорим Итак, когда мы говорим о преуспевании В нашем понимании преуспевания Это найти какое-либо место Или какую-то атмосферу Какое-то состояние В котором мы скажем, мне хорошо Вот мне хорошо Потом мы побудем в этом хорошо И понимаем, не совсем хорошо Хотелось бы лучше Многие из нас, мы молимся о чем-то Мы что-то ждем, что-то ищем Потом это находим, в это входим А через время ищем свободу от того, что искали Потому что вдруг понимаем А не так хорошо, как бы нам хотелось Мы подвержены эмоциям Наша душа, она реагирует на окружающую атмосферу Поэтому, когда мы говорим о преуспевании Мы ищем визуальные образы Мы ищем атмосферу, состояние Если бы мы сегодня были с вами где-то в театре И может быть какой-то артист Как комик Который смешит людей Он бы выступал И атмосфера, которая была бы в этом театре Хотите вы или нет Она, наверное, как-то будоражила бы вашу душу И вот эти образы, и атмосфера И вы бы, может быть, смеялись Или веселились Пока там А потом вы выходите оттуда И атмосфера, она меняет вашу жизнь Вы можете попасть в другую атмосферу И снова вы будете подвержены влиянию ее И когда мы в театре, и мы все смеемся Это не значит, что наша жизнь исполнена радости Это значит, что мы просто попали в такую атмосферу И когда мы ищем преуспевание Мы именно идем таким путем Что мы ищем атмосферу, визуальные образы Картинки на глянцевых журналах Где яхты, богатства Мы нашли какой-то образ И наш разум начинает собирать чемоданы Мне пора туда Я хочу это попробовать У каких-то молодых людей на компьютере Появляются нехорошие картинки И разум начинает включаться и говорить Я хочу туда Я хочу это попробовать Наш разум, стремясь к преуспеванию Но не будучи освещенным Он движим вот этими картинками, визуальными эмоциями И это, с одной стороны, естественно для нас Но оно не приведет нас к настоящему результату Я не помню, как зовут этого комика Но я думаю, вы слышали в новостях тоже о нем Он смешил миллионы И закончил жизнь самоубийством в глубокой депрессии Он смешил миллионы И закончил жизнь самоубийством в глубокой депрессии Его дар смешить других людей Создавал атмосферу, чтобы многие получили веселье в его присутствии Но сам он был глубоко поражен депрессией, горечью Когда мы идем просто путем поиск каких-то атмосфер Или каких-то образов Апостол Павел говорит об этом так Не сообразуйтесь Сообразование – это желание просто стать приемлемым Или войти в то, что мы хотим Но сообразование не всегда достигает тех целей Которые мы перед собой ставим Когда, я думаю, вы тоже видите новостные каналы Когда показывают иммигрантов Я буквально недавно смотрел один новостной канал Там показывали эту проблему иммиграции Сегодня о ней много говорится по всему миру И показывали людей, которые бегут Из сложных обстоятельств жизни Они пытаются найти лучшую жизнь Они с опасностью большой иногда для жизни Пересекают моря И потом показывают их место И говорят, они живут в ужасных условиях И там показывают По-моему, это был репортаж об Австралии Там показывают место, лагерь, где живут беженцы Которые ищут лучшей жизни, иммиграции И когда показали лагерь Говорят об этом так Это ужасные условия Там было немного картинок Но когда я увидел эти картинки Там было много грязи Но эта грязь покрывала прекрасный ремонт Дорогую сантехнику И неплохие условия Знаете, это меня удивило И заставило подумать Эмигранты Эмигранты, они пересекли С опасностью Огромное расстояние Им дали возможность И там видно Там сделан хороший ремонт Там новая дорогая сантехника То есть там не то, чтобы их бросили в деревянный сарай Но там очень много грязи Там неприятно находиться Конечно, то, что показали И я подумал Интересно Мы эмигрируем куда-то Но мы эмигрируем со всем тем багажом Который есть внутри нас Если мы идем просто путем желания Я вот туда перейду Я вот туда переселюсь Вот там весело Я буду с ними То, кто ты внутри Ты тем и останешься Поэтому Павел говорит Не сообразуйтесь Ну что? Преобразуйтесь Потому что если ты не будешь преобразован Куда бы ты не эмигрировал Ты будешь иметь то, что ты имеешь внутри себя И до какой-то момент Атмосфера, она будет захлестывать тебя И ты будешь радоваться Смеяться Но это краткосрочное чувство Будет быстро проходить А потом, в принципе, даже и не будет возникать Потому что если внутри тебя Нету способности к этому Ты не преобразован Ты просто сообразуешься Ты правильно оделся Сегодня пришел в церковь Здесь поют песни Ты вовремя умеешь уже хлопать Вовремя поднимать руки Вовремя скажешь Аллилуйя, Аминь Ты сообразовался с церковью Но когда ты выходишь отсюда Твоя жизнь на самом деле преобразована На самом деле люди видят Что ты христианин Или ты человек Ты женщина, которая верит в Бога Живет моралью Его слова Сообразование Это попытка стать Под ту атмосферу Которая тебе нравится В принципе, неплохо быть В воскресении в церкви Но Павел говорит Это не так важно Важно преобразование твоей души Если ты хочешь встать На путь к прогрессу На путь к тому, чтобы прийти к преуспеванию Тебе необходимо изменить Саму формулу подхода Сам алгоритм Сам путь изменить Я бы представил вам сегодня В таком это образе Чтобы мы, когда ищем Или пытаемся встать на путь к преуспеванию Мы не искали просто какую-то область жизни Где уже, как нам кажется, есть преуспевание Чтобы мы могли войти туда И это преуспевание, которое там есть Оно автоматически сделает Преуспевающим нас Вот мне бы только попасть В клуб этих богатых и знаменитых людей Это автоматически не сделает тебя Богатым и знаменитым Вот мне бы только Вот с этой компанией там весело Или мне бы только в тебя Это не сделает тебя Автоматически тем, кем ты хочешь Как я сказал выше Когда вы видите Мы были несколько лет назад С Валерией в Италии, в Риме Я хотел посмотреть этот город Где проповедовалось Евангелие Город, который в принципе Творил историю христианства Скажем так Он был одним из ключевых городов Когда мы приехали туда Я был неприятно удивлен Той культуры Которую проявляли некоторые явно люди Которые эмигрировали туда В Италию, в Рим Очень много грязи Я столько грязи, наверное В других городах не видел И то, что делали они прямо на улице Между машинами Это сегодня не то место Где об этом надо рассказывать Но когда ты стоишь там в пробках И ты все это видишь Ты понимаешь Что вот если он где-то был Жил в той местности Где, ну еще может быть Не придумали цивилизованного Отхожего места Вот как он там делал это Он точно так же делает В Риме, в центре города И для него Его ничего не смущает Он живет в столице Культурной столице, можно сказать Европы Потому что этот город оказывает Продолжает влияние Культурное влияние Но эта столица культуры Культурным его никак не сделала Его путь преуспевания Остановился на нем самом Да, может быть, какие-то условия Изменились Но суть Не поменялась Если мы думаем Что наше преуспевание Это просто расширение наших границ Мы ошибаемся Мы можем расширять границы далеко Мы можем быть способными Переезжать в другую страну Ехать в отпуск к морю Наши финансовые возможности Могут расширяться Но на самом деле Преуспевание не в этом Это то же самое Что взять сегодня Какую-то тюрьму Там, где содержатся люди И начинать расширять ее заборы Можно весь мир поставить за забор Ты все равно однажды Упрешься в ограничении Пространства и времени Однажды эта планета Станет твоим ограничением Заборы, которые вокруг нас Мы можем расширять Но культура, которая внутри Этого забора Если она не изменится Она будет превращать Просто каждую новую область Твою жизнь В то, что было раньше Поэтому Иоанн Когда мы с вами читали Он определяет состояние Преуспевания Не как постоянное достижение чего-то А как наполнение То есть Источник он уже в тебе есть Истина Не ты пытаешься достигнуть Преуспевания Ты, приобретая преуспевание Внутри себя Начинаешь расширять его Во все сферы жизни Которые Бог дал тебе Когда мы говорим О преуспевании в таком формате Мы переориентируем Наше преуспевание С душевного на духовное Когда мы едем за отдыхами Или идем за эмоциями Вы знаете Не всегда это было возможно Сегодня мы говорим Хорошо отдохнуть Где-то поехать Куда-то полететь Несколько часов на самолете У какого-то хорошего моря Мы проводим время Вы знаете Что еще совсем недавно Это было вообще невозможно Вы помните, наверное, это Самолеты не так давно летают В том виде В котором они сейчас есть И когда раньше человек Когда Бог давал шаббат евреям Он не имел в виду Вам надо взять семью И уехать на море Отдых в понимании Еще 100, 200, 300 лет назад Это было совсем другое явление На самом деле Это было следующим Когда человек принимал решение В это время Я ничего не делаю Я посвящаю это время Богу и семье Это был его шаббат Это был его отдых Он не определялся финансами Которые в это вкладываются Расстояниями Не подумайте Может у кого-то путевка Я знаю уже есть И вы подумаете Ну вот зря путевку купил Если у вас есть возможность Куда-то сегодня полететь И наш мир Он помогает нам это сделать Это хорошо Я говорю о сути О корне Корень не в том Куда ты можешь эмигрировать А корень в том Вы знаете Я замечал иногда Ловил себя на том Я куда-то улетел Я прилетел Вот как я улетел Я так и прилетел Единственная разница Много денег потратил И ты чувствуешь себя обманутым Ты уехал уставшим Ты приехал уставшим Но еще и кошелек пустой До этого хотя бы Ну было что-то А теперь еще и этого нету А если кто-то в долг поехал Так совсем преуспевание Сомнительное Иоанн имеет в виду Когда говорит к нам О преуспевании Он говорит В первую очередь Этому брату Он говорит Я желаю Чтобы ты преуспевал Во всем Как преуспевает Что? Душа твоя То есть он говорит Корень преуспевания В тебе уже есть Ты уже преуспеваешь Потому что ты Ты познал истину Истина сделала тебя Свободным И так как у тебя уже есть Корень преуспевания Все что тебе нужно Чтобы это преуспевание Переходило В каждую область Твоей жизни Тебе не надо Достигать преуспевания Тебе надо Расширять Преуспевания Которые Которые у тебя Уже есть Давайте посмотрим Книгу Послание Эфесянам Третья глава 17 по 21 стих В начале года Мы говорили Об этом месте И думали о том Чтобы нам Применить его В практике Верую Вселиться Христу В сердца ваши Чтобы вы Укорененные Утвержденные В любви Могли постигнуть Со всеми святыми Что широта И долгота И глубина И высота И уразуметь Превосходящее Разумение Любовь Христову Дабы вам Исполнится Всей полнотой Божией А тому Кто действующий В нас силой Может сделать Несравненно Больше всего Чего мы просим Или о чем Помышляем Тому Слава в церкви Во Христе Иисусе Во все роды От века И до века Аминь И Слово Божие Оно говорит И то что говорит Иоанн Он говорит Ты уже одержал победу Ты уже получил Ты изменил Корень дефицита В себе Ты больше Нет с дефицитом В своей жизни И Иисус Христос Разрушил Эту систему Греховного Дефицита Ты родился С поиском Лучшего От недостатка Но теперь Твой поиск Лучшего Он от избытка Ты получил Спасение Во Христе Ты дал Христу Вселиться В твое сердце Ты уже Преуспевающий Человек Аминь Просто скажите Это самому себе Даже не надо Вслух Если вы стесняетесь Этих слов Ты Преуспевающий Человек Иисус Христос Уже в твоем Сердце Об этом Говорит Иоанн Гай Он говорит Ты уже Преуспеваешь Твоя душа Спасена Твои границы Расширены Настолько Что это уже Не тюрьма У которой Расширили Заборы Ты получил Жизнь вечную Во Христе Иисусе Ты стал В сущности Дитя Божье Наследник Бога Перед тобой Открыта Вся вселенная Для тебя Не будет Однажды Ничего Невозможного Ты уже Не в дефиците Поэтому Твой путь К преуспеванию Он должен Отталкиваться Не от того Я хочу Вот того Что есть У них Твой путь К преуспеванию Должен Исходить Из того Как преуспевает Моя душа Я хочу Чтобы так Преуспевала Все сферы Моей жизни Аминь Если ты признаешь Что ты преуспеваешь В Боге В вопросе спасения В вопросе Прощения Твоих грехов Ты можешь сказать Что ты преуспевающий Человек Что такое Преуспевание Если мы возьмем В финансовом образе Способность Что-то оплатить Да То есть способность Что-то приобрести Способность Тебе позволить То Что ты хочешь Себе позволить Вот в вопросе Спасения Иисус Христос Оплатил все наши грехи Сегодня согрешив Не дай Бог Конечно тебе это Но мы все согрешаем Ты придешь Вечером Ты склонишь Свои колени И ты скажешь Иисус Христос Прости меня Омой меня Очисти меня Что произойдет Он простит тебя Это можно назвать Преуспеванием Это преуспевание Нашей души А если мы хотим Достигать Бога Нашими молитвами Ведь мы имеем Это право Через имя Иисуса Христа И я сейчас Прочитаю это место Мы преуспевающие В вопросе спасения И вот что говорит Иоанн Если ты хочешь Встать на путь К преуспеванию Тебе надо первое Осознать уже То преуспевание Которое у тебя есть Оно станет корнем Для всего другого Оно станет Определенной претензией Господь Как преуспевает Моя душа Я хочу чтобы Так преуспевала Моя семья Как преуспевает Моя душа Я так хочу Чтобы преуспевали Мои финансы Как преуспевает Моя душа Я хочу так Чтобы я преуспевал В профессии Я хочу чтобы Мое преуспевание которое Ты уже подарил мне, оно уже есть, чтобы оно перешло во все сферы моей жизни, как преуспевает моя душа. Я хочу, чтобы все в моей жизни преуспевало. Поэтому мы идем не поиском дефицита, не попыткой через моря, как Павел говорит и вспоминает Моисея во второзаконии, он говорит, кто нам принесет эту заповедь, за какими она морями, за какими она горами, куда нам надо эмигрировать для того, чтобы получить счастливую жизнь. Я хочу тебе сказать, никуда эмигрировать не надо. Там, где Ты есть, там, где Ты насажден Господом, Ты будешь счастливым обладателем Его преуспевания. Если Ты поймешь путь к преуспеванию, Он идет от корня Твоего спасения. Он отталкивается от вечности. Посланием евреям 11.5, я буду спешить, чтобы завершать уже, там говорится о Енохе. Он прожил 365 лет, по нынешним меркам очень много. Он родил детей, он был достаточно счастливым человеком, но он жил в развратном мире. И в этом развратном мире он принял для себя решение. Он ходил перед Богом, и Бог был с ним. И однажды Бог переселил его так, что не стало его. Потому что написано прежде, он получил удостоверение, он угодил Богу. Вы знаете, это огромное откровение, что сам Бог, Он переселяет нас из мира дефицита в мир преуспевания Его. Там, где наше мышление, оно не сообразуется, оно преобразуется. Мы по-другому начинаем мыслить, мы по-другому начинаем подходить. Мы перестаем бегать и искать эти эмоциональные атмосферы. Мы становимся источником. И если мы идем в театр, это хорошо. И если там нам какие-то дают эмоции, это тоже хорошо. Но когда ты дома, можешь ли ты дома быть источником радости, источником веселья, источником благословения, источником утешения, или ты можешь быть таковым только там, где-то в той атмосфере, тогда что-то неправильно с твоим преуспеванием. Наше преуспевание, оно внутри нас. Мы его даем другим. Завершаю. Я хочу прочитать Евангелие Иоанна 16, 24, 27. Не так давно я читал это место, перечитывал Евангелие Иоанна, дошел до этого места. Оно так сильно коснулось меня, и я хочу поделиться им с вами. Прославление. Можно уже выходить. Меня немножко дисциплинировали, видите, в вопросе времени проповеди. Когда ты проповедуешь три служения подряд утром, и у тебя есть 30 минут с переводчиком, ты начинаешь потихоньку дисциплинироваться. Итак, Евангелие Иоанна 16, 24, 27. Иисус говорит, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога». Когда я дошел до этого последнего стиха, это просто взбудоражило мое сердце. Давайте я еще раз его прочитаю. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я от Бога ишел». Я просто был восхищен. Господь говорит, «Даже я вам не нужен, чтобы вы преуспевали в этом плане молитвы. У вас уже все есть. У вас есть Мое имя. Вы уверовали в Мое имя, и я говорю вам, я даже не нужен, чтобы вы пришли ко Мне, а я просил о вас Отца. Сам Отец любит вас». Это так чудесно осознавать. Религия часто выстраивает вокруг Бога много посредников, которым надо как-то угодить, войти в какую-то атмосферу, что-то особенное сделать, и тогда Бог будет благоволить тебе. Если ты хочешь преуспевания, ты должен пожертвовать в Мою жизнь. Иисус говорит, «Я говорю вам, вам ничего не надо, кроме того, что у вас уже есть, у вас есть имя и Иисуса Христа, и этого абсолютно достаточно, потому что ты уже в сердце Бога. Ты уже там. Тебе не нужен никакой посредник. Бог любит тебя». Иоанн говорит, «Я желаю, чтобы ты преуспевал, как преуспевает твоя душа. Я молюсь, чтобы ты преуспевал во всех областях твоей жизни так, как у тебя уже открыт этот небесный депозит, этот небесный банк, в котором ты имеешь безлимитный счет, чтобы оплатить свою жизнь в глазах Божьих через кровь и имя Иисуса Христа. Разве это не чудесно понимать? Ты уже преуспевающий человек. Все, что тебе нужно, тебе нужно распространить твое преуспевание, преобразовать. Если ты смог преобразовать свое мышление ко спасению, преобразуй свое мышление к семье, преобразуй свое мышление к эмоциональному исцелению, преобразуй свое мышление к финансовому исцелению, преобразовывай себя, чтобы то преуспевание, которое в тебе есть, оно распространилось на всю, на всю, на всю твою жизнь во имя Иисуса Христа. Это место, оно просто восхитило меня. Я не говорю, что я буду просить Отца о вас. Отец любит вас. Аллилуйя. Бог любит тебя. Давайте встанем для молитвы. Апостол Павел смело говорит, вы храм Святого Духа. А кто такой Дух Святой? Не тот ли это, который носился над безвидной землею и Божье Слово творило прекрасную землю? Ты источник радости. Ты источник вдохновения. Ты источник мудрости. Ты источник любви. Ты источник терпения. Ты источник благости и милосердия. Ты источник успеха, потому что Дух Святой в тебе. Твое преуспевание начинается не где-то там. Оно начинается с твоей души, которая уже преуспевает в Господе Иисусе Христе. Аминь. Давайте будем распространять. Сегодня была первая проповедь на эту тему, путь к преуспеванию. Сегодня я хотел положить фундаментальное значение этого вопроса. В следующее воскресенье мы продолжим размышлять в этом направлении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok